Приветствую всех любителей аудио, сегодня пообщаемся относительно усилителей японской компании NEC. Некоторые даже, наверное, и не слышали название этой компании. На самом деле компания ужасно крутая, она и свои процессоры выпускает, и что она только не делает. То есть это такой супергигант электронный, которому под силу, в принципе, всё. И вот однажды она решила, что почему бы не сделать усилитель. Но в отличие от других компаний, которые делают свою линейку от самого примитивного аппарата до самого крутого, NEC пошли проще. Они сразу просто выпустили линейку топового класса по доступной цене. То есть они на самом деле просто перевернули рынок абсолютно. Но давайте начнём по порядку. Итак, японская компания NEC на слуху только у самых продвинутых в познании аудио-аудиофилов. Фирма многим знакома по выпускавшимся в неимоверных количествах CD-ROM и DVD-ROM NEC на компьютерах, которые завоевали отличные отзывы. Также компания NEC известна очень широко по игровым приставкам. Были игровые приставки NEC PC Engine, NEC PC FX и даже графический акселератор PowerVR, который устанавливается в игровую приставку Sega Dreamcast, он был производством компании NEC и являлся её разработкой. То есть компания очень крутая. Также не все знают, но компания выпускала компьютеры IBM PC-88 и PC-98. Это были уникальные компьютеры. На самом деле они больше всего популярность получили за счёт того, что на эти компьютеры вышло неимоверное количество игр в жанре хентай. Кто не знает, это такая, ну, в общем, порнуха, по сути. И вот, и это прям было вообще огромное количество этого всего добра выходило на NEC PC-98 и NEC PC-88 RPG порнушные, вот эти хентайные и так далее, и так далее, и так далее. Я хочу сказать, что вы скажете, как же так? Но дело в том, что сами японцы, они вообще извращенцы адские, они помешаны просто на порно, у них там на каждом углу продаётся вот эта порнуха под названием хентай, и у них вот эти компьютеры порнушные, вот эти PC-98, они дикую популярность имели. Вот, поэтому удивляться нечему. И вот такой гигант, как NEC, делали, ну, грубо говоря, ядро вот этого хентая, обеспечивали компьютерными мощностями, по сути. NEC также выпускала, ну, уже, как сказал, мощнейшие для своего времени процессоры, клоны Intel x86. У компании было достаточно возможности, чтобы провести реверс-энжин-разработку и понять, из чего состоял процессор от компании Intel 8086, и она самостоятельно его воссоздала. Компания выпускала довольно много моделей процессоров NEC V20, V30, V53 и так далее, которые зачастую работали быстрее оригиналов от компании Intel. Процессор NEC V80 был более быстрым аналогом Intel 486 с частотой 33 МГц. Позднее компания отошла от CISC-архитектуры в сторону RISC и выпустила модель V850 на 320 МГц. Последняя модель компании NEC, ну, по моим данным, по крайней мере, это была модель V850E3 в версии 5, и она была выпущена в 2014 году, то есть компания до сих пор все это выпускает. Также мои сведения основаны на статье, которую я писал несколько лет назад для сайта HiFighter и Audio.ru, поэтому, возможно, там уже что-то новое появилось. А если вам интересно подробнее, можете зайти на сайт HiFighter и Audio.ru и почитать эту статью полностью. Она называется NEC A700 и другие усилители компании NEC. Ну, вы скажете, конечно же, ну, что это за процессоры, где же их использовали, да? Ну, подумаешь, процессоры. Я не стану заострять внимание на том аспекте, что их использовали в массе известных продуктов, вам причем тоже. Это были и DVD-проигрыватели, например, Sony Optiark, известный достаточно AD72-40s. В игровых приставках, в том числе, в приставках виртуальной реальности, Nintendo Virtual Boy. В аркадных автоматах, для компании Sega был автомат такой, назывался Sega Rally. В автомобильном аудио, в телефонах, даже на платах USB 3.0 стоял процессор V850. А процессор NEC V70 даже полетел в космос. Он устанавливался на космическом спутнике, как центральный процессор, который был 32-битный и работал под управлением операционной системы реального времени NEC RX 616 RTOS. То есть компания NEC еще и операционную систему свою выпускала. А спутник этот, насколько помню, он вообще на Венеру летал. Не помню, долетел? Нет. Возможно, вы также слышали о компании Cry. Это компания, которая раньше была лидером на рынке суперкомпьютеров. И компьютеры Cry, там это было, ну, выше уже некуда. Так вот, компания Cry продавала в качестве таких суперкомпьютеров компьютеры компании NEC под названием SX супермощным векторным процессором компании NEC SX Ace. Очевидно, что вышесказанное говорит о том, что компания NEC – это мощнейший электронный гигант с экоклассными инженерами, которым под силу все. Вот в Америке компания Intel NEC захотела сделать точно такой же процессор, как у Intel, только быстрее. Захотела сделать процессор, который будет управлять спутником, который полетит на Венеру. Захотела сделать. Захотела видеокарту сделать, которая там порвала рынок и засунуть в то время революционную Sega Dreamcast, которая оперировала четырехугольниками вместо треугольника. Пожалуйста, они сделали. То есть они много всего захотели, они усилитель сделать. Они сделали просто за предельный уровень усилитель. Что они сделали для усилитель? Они разработали свой транзистор, который вообще по характеристикам просто, опять же, мировые стандарты переворачивал, в невероятные характеристики давал. Поэтому неудивительно, что компания NEC нашла себя и на рынке аудио высокой верности. Только она не стала разместиться на средне звучащей модели. Так себе звучащие модели. Плохо себе звучащие модели, как любят другие компании. Они просто сделали один ход конем, выпустив в 83-м году изумительного качества три усилителя в разных ценовых диапазонах. НЕКО-11 в высшем за 149 тысяч йен. НЕКО-10 ценником 99 800 йен. И 99 800 йен – это, грубо говоря, 1000 долларов. Ну, можете так примерно считать. В среднем и в среднем диапазоне выпустил НЕКО-10 и НЕКО-7 – 79 800 йен в начальном. Ну, вы можете посмотреть, что НЕКО-7 – 79 800 йен – это что-то типа уровня, ну, Сан Суя 707. Но я извиняюсь, но НЕКО-7 – это просто запредельно выше класса аппарата. Вот здесь мы видим НЕКО-700. НЕКО-700 – это более новая версия НЕКО-7. Вот она. То есть он более поздний, поэтому его назвали НЕКО-700. Я далее расскажу, в общем, в чем там нюансы и в чем… НЕКО-7. Все три модели аппаратов, судно, на базе одного, они все относятся к высшей категории. И разделение на высокий и средний начальность следует рассматривать в рамках топовой категории. То есть все эти модели, они топовые. То есть даже вот НЕКО-700 – это топ-класс. Вы сравните его с топ-классом любой другой компании, и он вполне легко будет с ней конкурировать. Он очень прозрачный, очень быстрый, ну, невероятный аппарат, конечно же. Позднее на базе НЕКО-10, ну, как базового, потому что он как бы средний такой был, да, между этими, между НЕКО-7 и НЕКО-11. Как самого оптимального и популярного в Японии по массе достоинств появились модификации НЕКО-10, Тайп-2, Тайп-3, Тайп-4. И в 89-м году даже десятая версия X вышла. А это уже было пятое поколение, которое вообще там 175 тысяч йен, самая дорогая была. Но именно в первую версию разрабатывал очень легендарный, уважаемый в Японии инженер Тецуо Нагаоко. Плюс количество моделей в первой версии было небольшое, что заставляло первую модель цениться выше всего. Поэтому вот если вы посмотрите рынок Японии сейчас, по БУ, ну, дороже всего так и стоит первая модель. А модели, которые были позже, там, Тайп-2 и так далее, они уже, конечно же, дешевле пошли. Японские аудиофилы заявляют, что именно первая модель самая лучшая по звучанию и является буквально легендой ее японской аудиофилии. Вторая модель была создана уже учеником, и поэтому ценится в Японии меньше, ну, меньше. Количество произведенных экземпляров, однако, у Тайп-2 намного больше, ну, что, опять же, повышает ценность именно первой модели. Первое поколение поражало, по словам японских слушателей, мощью и чувственным звучанием. Я читал переводы и впечатления на разных японских сайтах. В третьем поколении у Тайп-3 это в какой-то мере сохранилось, опять же, по словам японских аудиофилов. Релиз оригинального NEC-10 состоялся в 83-м году, и он оказал большое влияние на аудиофилов. Его величие в глазах японцев до сих пор огромное. И, кстати, вы, если зайдете на Яху, на японскую, вы увидите, что NEC усилители они очень дорого стоят, хотя на нашем рынке они практически неизвестны. Второе поколение от ученика на Гаока было в целом недоценено. Несмотря на некоторые улучшения по сравнению с оригиналом, повышена была прочность корпуса и прочее, но это было такое... Ну, повышена прочность корпуса, как это влияет на звук, да, согласитесь? Усилитель NEC-A10 был построен на транзисторах NEC-A-1227 и NEC-S-2987. Также они называются 2SA-1227 и 2SC-2987. Питались от пяти независимых источников питания. Но это не значит, что там было пять трансформаторов. Трансформаторов там было три штуки. Вот разные обмотки, пять разных обмоток было. Усилитель обладал мизерными искажениями THD в три тысячных и даже меньше. Частотный диапазон у аппарата, у А10, составлял от 5 Гц до 300 тысяч Гц, представляете? А мощность при 8 Омах равнялась 60 Вт. Вот чем показательно, вот эти все аппараты, А10, А11, А10Х, они все были 60 Вт. И только NEC-A7 и, соответственно, NEC-A700, они были 50 Вт. Но там крылась немножко другая классная особенность, о которой именно в NEC-A700 и NEC-A7, о которой я расскажу позже. Питание при 4 Омах удваивалось, ну, двухкратно, до 120 Вт на канал, что говорят о полной энергообеспеченности и запасу по питанию этого усилителя. То есть вообще было сделано без компромиссов. Уж не говоря, там вес этих аппаратов был и 27, и 30 кг. То есть они очень тяжелые были. Самая легкая модель была как раз NEC-A700, она весила 13,5 кг. С питанием NEC использовал придуманную сложную схему из трех трансформаторов. Я не совсем понял в переводе с японского, но в общих чертах там один трансформатор сдвинут по фазе на 90 градусов, выдает какую-то квадратную волну частотой 50-60 Гц на второй трансформатор. Каким-то там образом частоты складываются, и получается 100-120 Гц. Плюс третий трансформатор обеспечивает внезапный запас мощности в случае возможного провала по питанию. Ну, если два первых там допустили провал, третий тут же это все восполняет. Ну, то есть, понимаете, там сумасшедшая схема такая. Если можете объяснить суть более точной, понятной, если вы, ну, как бы, радиоэлектроник, то, пожалуйста, добавляйте комментарий к видео. Это было очень интересно. Теперь, что касается NEC-A700, в чем, в общем-то, была суть этой модели. Дело в том, что NEC-A10, по признанию японских аудиофилов, в свой режим, который давал потрясающее качество звука, давал очень густой, полновесный, низкочастотный диапазон с прекрасными высокими частотами, с сумасшедшим разрешением. Ну, то есть, просто был аппарат, ну, прям эталонный. Чтобы он вошел в свой режим, показал максимальную красоту звучания, для NEC-A10 требовался, по крайней мере, от NEC-AO, минимум час. То есть, вы его включили, и через час можете слушать музыку во всей его величии. Это не всех устраивало, и, в общем-то, компания NEC понимала это. Поэтому для людей, которые, скажем так, нетерпеливые, готовы немножко пожертвовать качеством, они приготовили NEC-A7 и NEC-A700. Это также аппараты топового класса, очень крутые. Но просто в них не надо ждать час, чтобы он заиграл как надо. Он играет сразу, изначально, идеально. Значит, по мнению, опять же, японских аудиофилов, сравнивавших A10 и A7 или A700, соответственно. В чем была разница? NEC-A700 и NEC-A7 давали тот же самый богатый, очень благородный, взрослый звук. Ну, крутой звук запредельного уровня. Но разница заключалась в основном в проработке низкочастот. A10, он был более густой, более низкочастотный. А700 более легковесный, к сожалению. Да, здесь низа поменьше. Но все остальное сохранилось. И это просто абсолютно шикарный аппарат. Но я не включаю музыку за счет того, чтобы не заблокировали это видео. Но я думаю, я сейчас запишу второе видео, где можно будет этот аппарат, в общем-то, и послушать с удовольствием. На этом сегодня видео я завершаю. Удачных вам прослушиваний музыки. Кто-то слушает как аудиофил, кто-то как меломанный. Но это не меняет сути. Мы все слушаем музыку и наслаждаемся ей. Понравилось видео можно поддержать по ссылке под видео с переходом на донат. Писать свои впечатления, свое мнение. Может быть, вы обладали такими аппаратами. NEC-A7, NEC-A700. NEC-A10, NEC-A11, NEC-A10X. Ну, тех людей, с которыми общался я, которые так же, как и я, владели такими аппаратами, ну, у всех было только очень хорошее мнение про эти аппараты. Ну, на этой прекрасной волне, в общем-то, я думаю, мы и завершаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова